Так звучат остатки русского мира в виде противопехотной российской мины на освобожденных районах Киевской области. Радиус поражения одной такой – 50 метров. В этот раз кровавый подарок россиян не принес никому вреда, ведь саперы успели ее обезвредить. «Сейчас мы уничтожили МОН-50. Это противопехотная осколочная мина направленного действия. В ней находится всего-навсего 650 граммов взрывчатого вещества. Рассчитано на уничтожение живой силы противника на расстоянии. Стопроцентное уничтожение происходит на уровне 50 метров в секторе 54 градуса». Российская армия, давая прикрыть свой отход из Киевской области, минерала все, что угодно – дома, парки, улицы, детские игрушки и даже трупы своих же военнослужащих. А вот, к примеру, на этом участке российские оккупанты оставили 43 противотанковых мин. Окупанты успели заминировать и соседний мост в надежде, что наши военные ринулись бы догонять их через заминированное поле. Но планов оккупантов не суждено было сбыться. «Сначала здесь участок был обследован металлоискателем. После того, как металлоискатель показал наличие металлических элементов, проводится разведка с помощью щупа. Щуп вставляется в грунт под углом 45 градусов и углубляется на расстояние до 10 сантиметров, не более. При накладывании металлического предмета мы понимаем, что находится мина, и дальше уже идет идентификация и уничтожение». А вот так выглядит одна из вражеских противотанковых мин. Она уже безопасна. «Сделано еще в СССР почти 10 килограммов чистой взрывчатки. Сложно даже представить, что могло бы произойти в этом населенном пункте. Ведь такие мины предназначены не только для военной бронетехники, а обычные гражданские машины тоже в зоне риска». «Извлекли из грунта и обезвредили путем удаления подрывника». Чтобы обезвредить такой боеприпас, одному саперу понадобится от 3 до 60 минут. Если мина после этого останется исправной, она превращается в трофей. И наши армейцы используют российскую мину против тех, кто ее здесь оставил». Анастасия Жук, Виктор Головко из Киевской области. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.